привет всех с вами школа ложка по-прежнему на канале школа ложка и сегодня я расскажу вам о том как привязать плагин permissions x к базе myusql и о том как после этого заносить permissions в базу на самом деле все достаточно просто нам понадобится веб-обвязка для permissions x под названием vipx скачать ее можно по ссылке в описании но начать все-таки стоит как всегда с настройки самого плагина по дефолту в настройках плагина создается очень мало параметров необходимо зайти на bookit.org в официальную страницу данного плагина и там найти все необходимые параметры для связи с myusql ну или можете просто поставить на паузу данное видео и переписать все вручную здесь настройка параметров не отличается от всех остальных настроек для связей плагина с myusql базой нужно поменять ip адрес вашего myusql сервера поменять название базы поменять логин для входа в myusql а также поменять пароль на этом с настройками заканчиваем включаем сервер и ждем пока создадутся таблицы в нашей базе проверяем что таблицы создались успешно и переходим к настройке теперь уже веб-интерфейсом vipax здесь все те же самые настройки изменяем ip адрес нашей базы изменяем название базы изменяем логин для базы и пароль для базы и последняя настройка которую здесь надо сделать это настройка безопасности здесь существует четыре возможных настройки безопасности это без пароля с обычным паролем и две настройки phpbb которые мне не подходят я использую обычный пароль собственно изменяем сам пароль и переходим на нашу страничку здесь чтобы авторизоваться нам необходимо в адресную строку набрать после php скрипта вопрос пас равно наш пароль таким образом мы авторизуемся перед нами веб-интерфейс permissions x в левом столбике у нас представлены группы пользователей в среднем столбике у нас представлены все перемешины для выбранной группы справа у нас представлены все пользователи в данной группе управление здесь в принципе интуитивно понятное но я все-таки пробегусь по всем кнопкам первое добавляем новую группу затем добавляем к ней простое право на использование команды спаун затем добавим к группе vip наследование прав от группы дефолт ну и под конец давайте добавим и удалим одного пользователя для одной из наших групп на этом собственно и все за неимением других веб-обвязок вы конечно можете создать свою собственную используя php и аякс скрипты но все-таки зачем изобретать велосипед всем спасибо за внимание кто слушал кто до сих пор не подписан подпишитесь кто не лайкнул данное видео лайкните конечно же и услышимся в следующем выпуске